Беседа святителя Иоанна Златоустова о воспитании детей Подлинно немаловажное дело посвятить Богу детей, данных от Бога. Если не положат под здание твердые опоры и основания, то будут иметь великую награду, тогда как, наоборот, за нерадение подвергнутся наказанию. Так и Илий погиб через своих детей, потому что ему надлежало вразумлять их. Он, правда, и вразумлял, но не так, как следовало бы. Ему не хотелось огорчать их, и он и их, и себя погубил. Слушайте это, отцы, воспитывайте детей своих в наставлении и по учении Господнем с великим тчанием. Юность неукротима и имеет нужду во многих наставниках, учителях, руководителях, надсмотрщиках и воспитателях. И только при таких усилиях возможно обуздать ее. Что конь не обузданный, что зверь неукротимый, то же самое и юность. Поэтому, если в начале и с первого возраста поставим для нее надлежащие пределы, то впоследствии не будем иметь нужды в великих усилиях. Напротив, потом привычка обратиться для них в закон. Не позволим же им делать того, что приятно и вместе с тем вредно. Не будем угождать им, потому что они дети, но преимущественно будем их сохранять целомудрие. Тут более всего возможен вред юности. Об этом мы особенно должны заботиться. И этому мы особенно должны быть внимательны. Скорее будем брать для них жен, чтобы они, имея чистое и нерастленное тело, соединились с невестами. Такая любовь особенно бывает пламена. Кто был целомудренным до брака, то тем более останется таким и после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. Блуднику говорится, сладок всякий хлеб. Серахов, 23 глава. Для того и возлагается на голову венцы знак победы, что они, не будучи побеждены, вступают в брашный чертог, что они не были одолены похотью. Если же кто увлеченный, сладострастием предался блудницам, то для чего после этого он имеет и венец на голове? Когда он побежден, это будем им внушать, этим будем их вразумлять, украшать, делая одно, делая одно, то другое. Об имуществе для них мы заботимся, а об них самих нет. Видишь ли, какое безумие? Прежде образуй душу сына своего, а имущество он уж после получит. Если душа у него нехороша, то он не будет иметь ни малейшей пользы от денег, и наоборот, если ей дано правильное образование, то бедность нисколько не повредит ему. Хочешь ли оставить его богатым? Научи его быть добрым. Таким образом, он может и состояние умножить, если же и не умножить его, то, по крайней мере, он ничем не будет хуже людей зажиточных. Прежде чем, если он будет злой, между тем, если он будет злой, то хотя бы ему было, были оставлены тобою бесчисленные сокровища, ты не оставил хранителя этих сокровищ, а сделал его несчастнее тех, которые впали в самую крайнюю бедность действительно. Для детей, не получивших правильного воспитания, бедность лучше богатства, потому что первых, даже помимо их воли, удерживает их в пределах добродетели. Между тем, последнее, хотя бы даже кто и желал того, не позволяет вести жизни целомудренной, но увлекает, не испровергает, и вводит в бесчисленное множество преступлений. Вы, матери, больше всего смотрите за дочерями, наблюдайте за тем, чтобы они сидели дома, а прежде всего учите их быть благочестивыми, скромными, презирать деньги и не слишком заботиться о нарядах. Так и в замужество отдавайте их. И если так образуем их, то вы спасете не только их, но и мужа, который возьмет ее, и не только мужа, но и детей, и не одних детей, но и внуков. Если корень будет хорош, то и ветви будут лучше развиваться, и за все это вы получите награду. Дочь при вступлении в брак должна так выходить из отечественного дома, как борец из места состязаний, то есть она должна знать в точности всю науку, с помощью которой могла бы, подобно закваске, все смешение возвести в собственной красоте. И сыновья опять к такой степени должны быть скромны, чтобы скорее всего можно было бы узнавать их по их благонравию и целомудрию, и чтобы они заслужили великую похвалу и от людей, и от Бога. Аминь. Аминь. Понятно? Понятно. Еще говорится у Премудрого так говорит, дочь говорит, постоянная забота отца в девичестве как бы не отсвела, то есть долго не отсвела, а в замужестве как бы не опротивила мужу, потому что опять к отцу придет. Поэтому постоянная забота отца, говорит, это дочь. Национальная дочь. Поэтому о дочерях нужно заботиться все больше. Чему учить, говорит? Чтобы долго не ходили, чтобы за сверху домой приходили. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!